Дорогие коллеги, мы начнем. Так как у нас грядет перерыв майские дни, то мы сегодня постараемся запомнить побольше, чтобы потом вернуться с новыми силами на оставшуюся часть наших встреч. Сегодня я на первой лекции поговорю о развитии пейзажного искусства и как оно стало таким генератором новых стилистических идей и в конце концов привело к романтической культуре. И мы возьмем срез довольно большой, начиная с 17 века, через галантную культуру 18 века, к романтическому пейзажу начала 19 века, посмотрим, что общего и что различного возникало между ними. В какой-то момент пейзаж становится прежде всего поводом говорить о возможностях искусства. Не только о том, как возможно счастливая жизнь или как возможно идеальное высказывание или идеальное чувство, но и как живописное искусство может осознать само себя. Вот одно из характерных произведений галантного искусства 18 века – это художник Буше. Буше, знаменитый своими сценами, изображающими придворную жизнь, и беззаботность мнимой аристократии, совершенно условной, здесь выступил, как своеобразный философ, размышляющий о границах живописи и границах других искусств. В конце концов, именно этот вопрос о границах и стал итогом размышлений того времени. В 1775 году Лессинг пишет известный труд, который стал потом прославлен как «Лаокаон» или «Рассуждение о границах живописи и поэзии». В этом труде Лессинг заметил, что скульптура или живопись или другие пластические искусства могут передавать аффекты, передавать страсти не напрямую, через напряжение, но не через непосредственное называние аффекта. Например, сыновья Лаокаона, казалось бы, не чувствуют боли, а сам Лаокаон, хотя и обратился к небу в отчаянии, но морщин мук и крика на его лице не видно. Из этого, говорит Лессинг, делали вывод об особом спокойствии античной скульптуры, о том, что она учит сохранять равновесие и спокойствие духа даже в самых тяжелых, мучительных и отчаянных ситуациях. Именно на этом настаивал пропагандист древностей Иоганн Иохим Винкельмант, назвавший античную культуру формулой «благородная простота» и «спокойное величие». Но Лессинг указал, что есть и ограничения самих искусств. Поэзия воспроизводит действие, поэтому ради цели действия она может передавать любые эмоции – страх, ужас или отчаяние. Тогда как живопись или скульптура подражают не действию, а природе. Тогда как природа стремится к равновесию. Впоследствии эта полемика продолжилась, в ней участвовали Гёте и другие знаменитости. И окончательным выводом стало то, что живопись или скульптура просто не имеют средств для передачи боли или крика. Это будет воспринято как театральная гримасса, как нелепое выражение лица, а не как настоящее отчаяние. Этот спор может нам показаться слишком отвлеченным. Но на самом деле в нем раскрывалась важнейшая тема – чему именно подражает живописное искусство. А некоторые уподобляли его поэзии. И мы говорили, что со времен Ренессанса пытались превратить живопись в повествование. Сделать живопись равновеликой словесному искусству, равновеликой риторике и вообще литературе. Но стало постепенно ясно, что живопись имеет собственные задачи. И главная задача живописи – это воспроизвести спокойствие природы. Подражать природе, как она существует в своем идеальном замысле. Дело в том, что в классической философии не было противопоставления чувства и долга. Долг был перед богами, а чувство опять же тоже внушалось богами. Источник и цель здесь были едины. Тогда как в европейской культуре эти понятия разделяются и противопоставляются. Вершину чего мы видим в 18 веке Уканта, который утверждал, что чувство не может быть достоверным источником познания. Более того, чувство не может быть основанием этических решений, потому что мы можем влиять на собственное чувство, менять собственные настроения, заниматься самовнушением. Тогда как долг уже не обманешь. И вот в античности подражание природе мыслилось как возможность производить те же действия, что и природа. Готовить вещи, внушать приятность, доставлять произведения, влиять на человека так же, как на него влияет солнце, ветер, море. То есть производить аффекты словом или красками, те же, что производит природа в своем первозданном виде. Но новоевропейская этика – это этика долгая. Здесь природа уже мыслится по модели долга. И пейзаж, как мыслится, как механизм того, какой должна быть спокойная природа. При этом обычно различают в истории искусства классический и романтический пейзаж. Различие между ними не в отношении к самому предмету, а в отношении к языку. В классическом пейзаже, в пейзаже, например, 18 века, построенном по академическим моделям, природа не обладает собственным языком. В ней есть чувства, но только наш язык, как язык долга, как язык этических обязанностей, может объяснить, для чего нужна природа. Сама она равнодушная, вечная, холодная и равнодушная природа, по словам Пушкина. При этом своим языком она, разумеется, не обладает. Она прекрасна, она удивительна, она поражает воображение, но примерно так же, как театральные декорации, которые поражают воображение только затем, чтобы лучше увидеть характеры. Да, как в романтическом пейзаже, наоборот, природа имеет собственный язык и рассказывает человеку то, что человек сам не мог бы рассказать о природе. Об этом мы сегодня еще подробно поговорим. Как видите, художник Убуше, он отринул и подражание образцам, глава Антика, и подражание книгам, он в книгу заглядывает только из подваль, в инструкцию. В конце концов, он должен перейти к непосредственному подражанию природе. Как видите, художники тогда работали только по памяти, и это была норма, так как считалось, что картина только тогда затронет воображение зрителя. Когда сам художник будет располагать силой воображения, а не натуральным видом. Конечно, были технические устройства, позволявшие перерисовывать природные ландшафты, например, камера-обскура. Но это понималось как путевые зарисовки, как открытки, иллюстрации, а не как переживаемый вечный ландшафт. Считалось, что как декорацию делаем в помещении, так и картину пишем в помещении. Такой работе соответствовала репутация знатока, то есть человека, который может определить кисть мастера не только благодаря знанию манеры, но и благодаря особо развитому воображению. Присмотримся, что именно пишет этот художник. Пейзаж этот скалистый, с руиной на заднем плане и круглым храмом. Обычно именно так изображали игру нимф или какие-то другие идиллические пейзажи. Вот такого, например, типа. Здесь Клод Лорен изобразил храм Аполлона и Мус на фоне храма, посвященного им же. Храм круглый, напоминающий о римском пантеоне или храме Версты. Изображение круглого храма не случайно. Именно он передавал идею близости природы, а не цивилизации. Если квадратный храм регламентировал жизнь города, то круглый регламентировал жизнь сельской местности и был нормой для пейзажа насилия. Он ассоциировался с наблюдением за миром, за небосводом. Он был также знаком отвлеченных чувств. Можно вспомнить, например, храм дружбы в Павловске, где отвлеченное чувство дружбы живет именно в круглом храме. Потому что это должна быть не дружба внутри государственной системы, а дружба вообще, как идеальная перспектива человеческого существования. И в конце концов форма таких круглых храмов, например, стала нормой и в русских усадебах. Так что даже у Манилова в мертвых душах был храм уединенного размышления в виде круглой беседки. Все это восходит к той самой культуре противопоставления городской, регламентированной, стратегической жизни и сельской жизни, как постоянному обретению себя. Аполлон и Музы стоят на фоне храма, где, как видите в проемах между колоннами, статуи тех же Муз. То есть на фоне храма самого себя. И при этом здесь плавают лебеди, птицы Аполлона, которые отождествлялись с музами, отождествлялись с устройством музыки. Семи лебедей напоминают о семи струнах, семи нотах, гептохорде, музы о музыке, а храм о месте, где эта музыка будет воспеваться. Одним словом, смысл этой картины таков, что искусство должно быть не каким-то временным чувством, а должно научиться обретать себя в вечности. Должно превращаться из временного переживания в глубинно прочувствованное переживание и в конце концов в монументальное освоение мира. Именно так складывалась идея познания себя. Такая любовь к круглым сооружениям, конечно, была связана и с римским мифом. Вот, например, тот же Лорен изобразил прибытие Энея на Делос. Обычно в правой части располагалась таможня в гавани, чтобы корабли, входящие в гавань, сразу же обращались к таможне. Здесь будущий римский пантеон и есть это таможня. То есть смысл, что Эней должен пожертвовать своей судьбой, должен дальше продолжить путь в Рим, чтобы Рим возник как самостоятельная единица. Такая охраняемая двумя башнями гавань довольно часто встречалась в аллегориях торговли, мирной торговли, то есть полностью защищенная коммерция. И, следовательно, образ Энеис, продолжающего свое путешествие, должен был говорить о том, что Рим добился своего, империя добилась своего, не грубой военной силой, а создав безопасность для всего мира. Художник Обуше, как вы видите, он тоже озабочен созданием пейзажа одновременно морского и сухопутного, с круглым сооружением и с чистой игрой природных сил. Замечательно, что при этом в мастерской у художника у него есть вот этот чемоданчик, в нем сосуды для смешивания красок. То есть иногда он передает полутона, но по большей части он настолько вперяется в эту картину, что пишет множеством кистей. И, конечно же, интересно, что на стене у художника висят инструменты. Это палитра, а это, собственно, пакля, материал для кистей, для растирания красок и сосуды, в которых как раз порошок для разведения новых красок. То есть, что ему могут потом понадобиться и какие-то нюансированные цвета. И вот такая идиллия, она была нормой. Вот поклонение Диане Пиноса, опять же, на фоне круглого храма. То есть Артемида-охотница почитается как великий принцип всей сельской жизни. Великий принцип существования самой природы. И такое представление о природе развивалось вовсю в галантном искусстве, где природа была одновременно декорацией и живой жизнью. Обратимся к нескольким таким сюжетам, где явно видно столкновение чувства и долга и нескольких языков описания природы. У Буша, например, есть серия изображений якобы китайской жизни. Понятно, что Китай выступал как модный образ дворцовой жизни. Можно вспомнить и китайский павильон в Раненбауме, и китайские комнаты, как одну из мод конца 18 века по всей Европе. И нужно немного объяснить, откуда эта китайская тема появилась. Во-первых, ее распространение связано с распространением фарфора, как главного типа посуды. Секрет фарфора был раскрыт. Фарфор стали массово производить в Европе. И фарфоровая посуда понималась не просто как модная новинка. Она противопоставлялась старой посуде, которая считалась небезопасной, угрожающей отравлением, плохо моющейся глиняной посуде. И фактически введение фарфоровой посуды было введением такого вот безопасного питания, которое соответствовало вот этой придворной тяге к безопасности и к беззаботности жизни. Во-вторых, Китай понимался, как возможность поглядеть на себя извне. Европейское просвещение всегда создавало некоторого другого, то есть какого-то человека или какой-то народ, который как бы наивно смотрит на европейские обычаи и производит их критику. За образец была взята античная история о некоем Скифе Анахарсисе, который вошел в канон древнегреческих философов. Сочинялось много историй о том, как Анахарсис приехал в Афины, как он учился у мудрецов, удивлялся многим греческим обычаям и некоторые из этих обычаев критиковал справедливо, а некоторые нет. То есть, фактически, взгляд такого чужака – это возможность рационально пересмотреть все свои обычаи, дать им разумное обоснование и показать, что их можно проверить здравым смыслом. Эту проверку здравым смыслом они вполне выдерживают. Такими героями могли быть персы, например, знаменитый правовед Монтескьо сочинил персидские письма. Это могли быть и китайцы. В некоторых сатирах Вольтера встречаются там и условные персы, и условные китайцы. Это могли быть жители каких-то отдаленных стран. Но эта традиция продолжилась и дальше. Например, даже после русской революции поэт Михаил Кузьмин, очень любивший как раз галантный 18 век, написал письма китайцу о русской поэзии, где попытался дать литературную жизнь современной России, как бы для человека совершенно в ней ничего не понимающему. И, в-третьих, китайцы привлекали ритуализированностью своего двора то, что всякое удовольствие там подчинено ритуалу. Поэтому такие китайские мотивы понимались как способ усмирить те страсти, которые бушуют во дворцах. Усмирить произвол, разгул страстей, сделав любое удовольствие частью заранее рассчитанного ритуала. Так и появились эти китайские мотивы. За основу, конечно, брались прежде всего некоторые мотивы китайского рисунка, китайского шелка или китайской бумаги. Например, это дерево явно просто скопировано. А также книги путешественников, тех же отцов и иезуитов, которые путешествовали по Китаю и зарисовывали отдельные сценки. Хотя эти сценки и были довольно произвольно истолкованы. Вот еще несколько примеров такой китайщины. Здесь, как видите, изображена рыбная ловля, повседневный быт китайцев. А здесь вот изображено некое китайское, китайский праздник, некоторая, по видимости, игра музыкантов, по видимости, по случаю прибытия посольства. Все эти сценки имеют в виду, конечно же, и дипломатические отношения с Китаем, но также и попытку систематически изучить обычаи других стран. В Европе очень были распространены так называемые театры китайской жизни, где, например, китайские пытки или китайские придворные церемонии или китайские ремесла были переданы в виде таких картинок. Слово «театр» означало не столько какое-то увлекательное зрелище, сколько обзор, возможность дать исчерпывающий обзор всей китайской жизни. Это очень привлекало, так как соответствующий театр для европейской или даже ближневосточной жизни создать не удавалось. Обычаи слишком часто менялись. Да, как миф о неизменности китайских обычаев, он оказался важнейшим для этой идеи театра, что фактически перед нами такие кулисы, что китайцы из века в век и из тысячелетия в тысячелетие играют одни и те же роли, и природа китайская, она нужна, чтобы представить некий набор стандартных сценок, которые посетители уже могли видеть в различной литературе о путешествиях. То есть цель изобразить, скажем, речной пейзаж и показать все, что может происходить на реке. Рыбная ловля, отдых, хозяйствование, то есть дать фактически исчерпывающий список того, что может происходить на фоне этого пейзажа. Как ни странно, такой способ обращения с пейзажем был передан и позднейшим поколениям. И самый простой пример это Пушкин, который, хотя изображал романтических героев, и его сюжеты романтичны и реалистичны, далеко ушли от простого противопоставления чувства и долга, Тем не менее природа дается у него именно так, как кулисы и как некоторый антураж, в котором нужно увидеть, как в театре, максимум сцен, которые могут здесь разыграться. Что вот крестьянин торжествуя на дровнях обдавляет путь, мальчик бегает с салазками, там мать грозит ему в окно. То есть фактически по такому же принципу построен в Евгении Онегине любой пейзаж. Берется некое стандартное изображение, скажем, зима и думается, а что может произойти в зиму? Какие именно сцены будут разыграны в этой декорации, в этих кулисах? Конечно, еще одним из источников могли быть декорации оперные, которые именно строились на иллюзии перспективы, на резком противопоставлении ближнего и дальнего плана и на соединении довольно экзотических изображений с вполне привычными. Привычная ель соседствует с экзотическими китайскими цветами и кувшинками. Создавались такие изображения очень просто. Художник Бушера, в своем случае, брал ботанический справочник, открывал страницы, посвященные Китаю, и перерисовывал все растения, которые он там находил. И, по сути дела, это передача еще и биологических сведений. Если галантный художник обращается к духовным темам, то здесь опять противопоставление чувства и долга оказывается важнее тех форм духовной медитации, которые существовали до этого. Вот, например, Иоанн Креститель в исполнении Буше. Как видите, сцена перенесена из пустыни в условно-пасторальную атмосферу, причем именно построенную как оперная декорация, то есть крупная, крупными мазками изображение дерева, и небо и ангелы, как задник. В опере это было все мотивировано, потому что задник обычно оставался на протяжении всей оперы, как некоторая идеальная перспектива, а декорации менялись. То есть долг всегда один, а чувства меняются вместе с чувствами героев. Здесь важно передать медитацию Иоанна Крестителя, то есть размышления в лесу, как будто бы в сумраке собственных чувств и мыслей, да как областью долга оказывается ангельская жизнь. Ангелы, с которыми он постоянно ведет беседу и беседа, с которыми определяет его жизнь. Замечательно, что бандаж со словами «Се Агнец Божий» «Экциагнус Деи» прикреплен на крест. То есть это не столько сюжетное орудие, сколько часть вот такой вот оперной демонстрации, что исповедание Иисуса, оно сразу же дано в виде наглядного атрибута, который не созерцается, а просто дан естественно, как будто бы это природная вещь. Крест облокотился на самого Агнца, данного очень натуралистично. Внизу мы видим крупные растения, ничем не отличающиеся от китайских пейзажей. То есть смысл здесь один, что исповедание веры не результат размышлений, а результат самой природы. В природе так устроено, что религия становится естественной религией, становится частью такого общего здравого смысла. Чтобы, а, например, троица в исполнении Тьепола, как видите, это явление Аврааму трех стремительных ангелов, причем Авраам роняет свой посох и изображен на фоне как раз мамврийского дуба, который находится вдали. Хотя в Библии говорится, что эта встреча произошла под мамврийским дубом. То есть, опять же, для художника важно нынешнее переживание Авраама. Дуб важен как некоторая константа природы, а не как участник сцены. И важно, что Авраам лишился сил при этом видении. Что если это видение естественно, то Авраам, не способный вынести это видение, практически не выдерживает силу подлинной природы, а вынужден только припасть к этому видению. Сравним с тем, что происходит в романтическом пейзаже. Взяв крупнейшего немецкого романтика Каспара Давида Фридриха. Сразу нужно заметить, что романтизм возникает прежде всего из учения Канта. И прежде всего из учения Канта о возвышенном. Термин возвышенное возник еще в античной эстетике. В первом веке был написан трактат о возвышенном. В некоторых рукописях приписываем эритеру Лонгину. В этом трактате утверждается, что возвышенное это то слово, которое непосредственно производит действие, минуя размышления или минуя эмоциональные реакции. То есть возвышенное непосредственно входит в историю и творит историю. Трактат о возвышенном приводит, например, стихотворение Сапфо «Молитва к Афродите», которое начинается «Приди ко мне, прекрасная Афродита», и дальше уже по стихотворению Афродита приходит. То есть слово оказывается перформативным. Призыв к Афродите и оказывается приходом Афродиты. Или другой пример «Да будет свет и стал свет» из Библии. Бог сказал, и эта речь сразу превратилась в реальность. Вот что такое возвышенное. Но в риторике возвышенное было только уникальным случаем воздействия речи на реальность. Акант считает, что для искусства и прекрасное, и возвышенное есть норма. Любое настоящее произведение искусства таит в себе и прекрасное, и возвышенное. Почему? Потому что произведение прекрасное соответствием некоторой внутренней правдивости. Что мы опознаем, что все так и должно быть. Мы опознаем некоторую сбывшуюся норму. но возвышенное оно потому, что оно должно быть понято. Что кроме акта восприятия должен быть акт понимания. А понимание для как-то это всегда определенное озарение. Это определенная воспри... трансцендентальная перцепция, то есть восприятие вещей как независящих от нас. Но если мы воспринимаем вещи как независящие от нас, мы переживаем саму их свободу, то есть переживаем возвышенный опыт, что вещи могут сами действовать как живые. Кант был не одинок. Сам дух эпохи требовал такого переживания возвышенного опыта. Например, до середины 18 века путешественники, совершавшие гранд-тур, всегда писали об Альпах как об ужасном месте, где холодно, где разбойники, где не уютно, где не кормят и так далее. То есть переход через Альпы это переход через дикие, неприятные и не уютные места. В конце 18 века вдруг все меняется. Наоборот, Альпы прекрасные, заснеженные вершины, эдельвейсы, все это вызывает только восторг. Так возвышенное и вошло в употребление. Вот крест в горах Каспора Давида Фридриха. Как вы видите, тропинка к кресту не видна зрителю, она как бы видна Богу. И такое вот восход солнца, лучи, конечно дается как религиозное переживание. Причем эта религия объединяет поклонение кресту, христианское благочестие с непосредственной причастностью жизни природы. Так как только восприняв восход как истинную реальность, благодаря которой возможно такое восхождение и возможно почитание креста. То есть мы есть христианское благочестие, а есть условия его восприятия, которые и являются самой возвышенной реальностью. Живопись Фридриха связана еще с одним важным искусством, которое было создано как раз романтиками. Это искусство герменевтики. Его создателем был пастор Фридрих Шлейермахер, который очень огорчался тому, что образованные люди стали презирать Библию и объявили ее собранием устаревших сказок, на которые ни один образованный человек не будет обращать внимания. Важно было даже не столько то, что эти Библию презирали почитатели естественных наук, а важно, что Библию презирали и знатоки мировой культуры. К тому времени был известен уже в Европе и Конфуций, и Веды, и Упанишады, то есть Библия затерялась среди других священных книг разных народов. Поэтому Шлиермахер предложил читать Библию иначе. Не как историческую книгу, не как научную книгу, а как роман. В чем здесь смысл? Библию Шлиермахер объявил универсальным романом, в котором рассказывается о том становлении, которое проходит любая душа. Например, изгнание из рая это прощание с детством, которое у каждого человека. Всемирный потоп это подростковый кризис. Вавилонская башня это юношеская такая наглость и самонадеянность и так далее. То есть любой эпизод Библии мог быть прочитан как романный эпизод. При этом Шлиермахер сказал, что Библия самый лучший роман, потому что обычно в романах рассказывают о каких-то частных любопытных характерах, так как Библия может быть прочитана как рассказ о каждом из нас. Так была возобновлена герминевтика, то есть искусство толкования сложных текстов, превращавшее их в романные тексты. Именно такой традиции следовали многие романтики и Фридрих в их числе. Значит, скажем, вот его, например, двое созерцают луну. Как вы видите, с одной стороны, это вроде бы ночное философское размышление о луне и о всем происходящем в окружающем мире, но с другой стороны, это переживание молодости. вся природа выглядит старой, деревья кряжистые скоро упадут, камни насчитывают много лет, и только путники старыми не кажутся. Это общая мысль для романтизма, что природа существует независимо от человека, но зато человек может пережить собственную молодость или собственную юность на фоне такой природы. И из этого делались разные выводы. Например, были романтики мизантропы, которые считали, что в природе все было прекрасно, а человек пришел и все испортил. И рано или поздно природа отомстит, чтобы уже без людей вернуться в начальное вече. Вот эта мизантропия, скажем, выражена в этой картине Фридриха корабль во льдах, изображающий катастрофу. Среди романтиков было распространено мнение, что скоро наступит новый ледниковый период, что вновь будет всеобщее похолодание, человечество будет истреблено, но зато природа явится в своей чистоте, прекрасном ледяном блеске, прекрасном таком величии, то, что потом Андерсон спародировал в «Снежной королеве», и что потом обыгрывалось много раз. Значит, истают или не стают ледники, о том природу не пытают платоновые ученики. Как писал русский поэт-символист Вячеслав Иванов, имея в виду то, что тот, кто знает серьезную философию вроде Платона, не будет увлекаться такими слишком подростковой такой мизантропией. Кто умеет созерцать вечность, тот не будет думать о вечности природы. Но вернемся к кресту в горах. Как видите, здесь есть, кроме всевидящего ока, еще и евхаристические символы, хлеб и вино, это и культ Цереры и Диониса, статуи которых украшали венками, что часто встречается в европейской живописи. Но это и один из проектов романтизма, сблизить античные мистерии с христианским культом. В частности, таким был Фридрих Гельдерлин, великий поэт-романтик, однокурсник Гегеля, своеобразный философ и поэт-гимнограф. Гельдерлин, в отличие от других романтиков, писавших в основном лирику, писал гимны, обращаясь к немецким рекам, к природе и заклиная Германию стать такой новой античностью, новым миром, где античное чувство природы и христианское чувство спасения совпадут. Конечно, это была утопия. Гельдерлин искал идеальную Грецию, где, как он считал, люди были близки богам, так как каждый мог себя творчески самореализовать, а природа воспринималась как обильная, а не скудная. Эту идеальную Грецию Гельдерлин искал много где. Он надеялся на освобождение Греции, которое произошло при его жизни. Но все же современная Греция не оказалась таким идеалом. Потом он поехал на юг Франции и счел, что юг Франции с изобилием, ароматами, с вином, с лавандой. Он реализует этот идеал Греции одновременно чувственный и спасительный, чувственно пробуждающий самореализацию в творчестве и спасающий душу. Здесь нужно заметить, что основой тут был идеал Гения. Само слово Гений это категория специфически романтическая. само это слово античное и восходит к демону Сократа. К образу демона, то есть духа, который был совестью Сократа. И соответственно это изначально внутреннее чувство, внутренняя совесть художника. Так это слово употреблялось в 18 веке. А в 19 веке стали говорить уже не иметь гения, а быть гением. То есть стали мыслить, что сам художник может быть совестью эпохи и создавать эпоху. Я говорил, откуда само слово романтика взялось. Это слово придумал в 1800 году Новалис. Фридрих фон Гарденберг гордный инженер, поэт, создатель целого ряда ключевых образов романтизма, таких как, например, синий цветок или голубой цветок цветок мечты, как ученики в Саисе, как переживание ночной религиозности, гимны к ночи и так далее. И вот Новалис исходил из того, что есть, например, наука физика, которая изучает, как в природе происходят различные процессы. Значит, затем существует наука, например, математика, которая изучает, как живут числа. и что они могут сделать. И вот нужна такая же наука под названием романтика, которая научит людей жить, как в романе. То есть проживать свою жизнь поэтически, как в романе, считая себя романными героями, постоянно находя в жизни вдохновение. И, конечно, этот комплекс идей двигал Гельберлином. Только беда, что он не нашел идеальной вот этой страны, и, вернувшись из юга Франции, он тяжело заболел психически, забыл свое имя, потому что он как-то слишком растворился в природе и в природных переживаниях. У Гельберлина была важнейшая идея, которую мы здесь видим, идея восточного огня. Гельберлин считал, что все развитие цивилизации вдохновляется восточным огнем. то есть это и индийская духовность, оказавшая влияние на древнегреческую, это и ряд представлений о о судьбе, которые ближневосточного происхождения. Это и поход на Трою, с чего началась греческая литература, то есть сопротивление троянцев, их решительность вдохновили на собственный эпос. И наконец это этот восточный огонь, говорил Гельберлин, мы чувствуем и сейчас. Но мы не можем просто вдохновляться готовыми религиозными или философскими идеями. Для нас восточный огонь слишком страшен. И мы постепенно должны от материального мира от чувственных впечатлений восходить вот к этому переживанию небесных истин. Мы здесь это и видим. Пламенные такие лучи, в которых Херувимы сверху и с другой стороны земные плоды, которые принесены в жертву может быть античным богам, а может быть и Христу. У Гельберлина есть элегия под названием «Хлеб и вино», где он трактует мистерии Деметры как первое открытие личности в античности, как то, что в Афинах эти мистерии знали все, но они были тайными. Вопрос, зачем эти мистерии были тайными, когда в них участвовали все граждане? Гельберлин на это отвечает, потому что это был акт самосознания. Человек, зная, что он посвящен в тайну доступную всем, открывал в себе человека такого же, как все. То есть открывал собственное достоинство. И вот такое было рассуждение, которое, как видите, исходит из того, что личность это тот, кто знает тайну, но знает и что все остальные тоже знают эту тайну. Поэтому романтическое искусство, оно было одновременно аристократично и демократично. Не случайно художественная рама здесь является частью общего замысла наравне с самим изображением, наравне с самим образом происходящего. Это потом эту традицию сближения искусства и ремесла продолжали многие течения. В середине девятнадцатого века братство прерафаэлитов в Англии, потом к концу девятнадцатого века движение arts and crafts искусства и ремесла или можно перевести декоративно-прикладное искусство, то есть первые такие дизайнеры и вплоть до современного дизайна или таких направлений, как арты повара, например, бедное искусство современности, которые выставляют, например, чурбаны или мотки ткани, но поданные как произведения искусства. Смысл понятен. Дело все в том, что ремесло обслуживало, например, в средние века или в эпоху возрождения праздник, но жизнь буржуазного типа такого праздника не допускала. Все стали деловыми, все стали трудолюбивыми, без особой склонности к празднованию. Поэтому в развитии ремесел видели путь к возвращению праздничности в жизнь, возможности переживать мистерию, тайную посвященность как общее достояние. Так и здесь фактически изображена мистерия, тайный путь к кресту, который мы не видим, но значения этой мистерии переданы в тех символах, которые будут доступны совершенно всем. Как видите, романтизм включал в себя и особое переживание смерти, которое опять же связано с этим ожиданием нового ледникового периода и переживанием природы как возвышенного впечатления, способного обходиться без людей. Об этом, например, есть стихотворение Фета под названием «Никогда». Проснулся я, да, крышка гроба, руки, в отчаянии я поднял и зову на помощь, да, я слышу эти звуки, да, вижу я, что это наяву, и без усилий, словно паутину, истлевшую раздвинул домовину. И дальше он видит себя в склепе, я вижу свет, и в склепе двери нет, пойду домой, вот дома удивятся. Но оказалось, что вся планета заснежена, и понял я, земля давно остыла, ни птиц следов, ни мошек на снегу, и понял я, земля давно остыла, и вымерла, кому же берегу в душе отчаяния, для кого могила меня вернула, и мое сознание, с чем связано, и в чем его призвание. Куда идти, где некого обнять, там, где в пространстве затерялось время, приди же смерть, поторопись принять, ушедшей жизни роковое бремя, а ты остывший труп земли лети, неся мой труп по млечному пути. Вот это Афанаси Фетт. То есть, это вот как раз переживание возвышенного, как постоянной вот такой вот смерти, как того, что природа может обойтись и без человека, что человек вовсе не является какой-то мерой всех вещей. и значит, так что и здесь, как вы видите, свежевыртая могила зимой, то есть, опять же, любую жизнь поджидает та вечность, которую мы, как равнодушную природу видим через эти кладбищенские ворота. Фридрих, как видите, разыгрывает и идею возрастом. Традиционная для европейской живописи, начиная с Тициана тема детства, зрелой юности и старости, она здесь тоже оказалась разработана. Но, как вы видите, старик от нас отвернулся, то есть, старость это не просто созерцание своей смертности, а это шаг навстречу природе, навстречу природе, в которой и царствует смерть. Как видите, детство это всегда игра, это никогда не просто переживание своих интуиций и чувств, а это всегда обращение. Детство всегда в ком-то нуждается и о ком-то печалится. И даже беззаботный вот этот вот юноша в котелке, он, как видите, скорее отворачивается от природы, пытается ее забыть, пытается не помнить, что именно должно произойти. Он не в том месте постарали, как мы видели, в трех возрастах Тициана, а в неком месте своей собственной фантазии. Корабли, которые стали именно во многом благодаря Фридриху восприниматься как романтический символ, это, конечно, образ постоянного устремления вдаль, постоянного ухода природы от самой себя. Собственно, и земля описывается обычно, как такой корабль, и вселенная. То есть, с одной стороны, механические законы вселенной, с другой стороны, переживания неумолимого движения, и превращают корабль в символ механики самой вселенной. Именно такие чувства и должен внушить романтизм как необходимые переживания. если говорить еще о том, что такое романтический пейзаж, это всегда пейзаж, в котором преобладает графика, проработка деталей, в котором всегда нужно смотреть как бы с нескольких позиций, что здесь главное, распятие или собор, и где есть определенная философия, определенное переживание природы как философское переживание. Собственно, об таком философском переживании природы романтики писали очень много. Например, они говорили об озарениях, которые постигают их на природе. Скажем, романтики описывали, как встреча восхода солнца заставляет почувствовать себя единым со всей природой, так как доставшееся тебе солнце досталось и всему остальному окружающему миру, а значит, ты оказываешься братом для всей Вселенной. Апофеозом философии романтизма стало учение Артура Шопенгауэра в его книге «Мир как воля и представление», вышедшей в 1818 году. В этой книге Шопенгауэр развивает ту идею, что поскольку работа сознания никогда не отделима от работы воли, то за любыми сознательными решениями в природе или в обществе стоит воля. И в конце концов, в мире есть смерть, разрушение и разного рода неудачи из-за того, что воля гармонизировать себя не может. Она постоянно самоутверждается, а значит, разрушает те формы, в которых она присутствовала ранее. но природа также может создать представление, то есть возможность посмотреть на волю извне, как на эстетический или этический факт. В этике это будет сострадание, то есть понимание того, что все мы страдаем в такой ситуации, а в эстетике это будет переживание искусства как второй природы. Искусство как способа посмотреть на деятельность воли как будто бы извне. И такой взгляд на деятельность воли и позволяет искусству существовать. Шопенгауэр приводит такое сравнение. Вот есть водопад, который низвергается, сметая все на своем пути. В общем-то великая волевая разрушительная сила. И над водопадом капли поднимаются, дымка, и на солнце образуется радуга. И вот он говорит, солнце это разум, водопад это воля, а радуга это искусство. То есть при определенном углу зрения на всемирную волю можно увидеть некое представление, некоторую способность искусства подражая природе, тем самым стать самой природой. Стать некоторым точкой, в которой природа хотя бы на некоторое время смиряется, останавливается и перестает нас мучить. В которой она оказывается гармонизирована по отношению к нашему разуму, хотя и не по отношению к самой себе. Шопенгауэр тем самым открыл терапевтическую функцию искусства, но понятую не как это понимали в средние века или в эпоху возрождения, когда говорили о терапевтическом значении риторики или музыки, как возможности сбалансировать человеческий организм воздействием на аффекты. А здесь терапия должна была быть целостной. Действия не на отдельные нервы, соки или напряжение в человеческом организме, а воздействие стержневое, воздействие на то, как само человеческое бытие оказывается вдруг гармонизировано, до этого будучи исключительно историей страданий. Отсюда вера в терапевтическую функцию искусства в девятнадцатом веке. Можно вспомнить рассказ Глеба Успенского «Выпрямила», как школьный учитель смотрит на античную статую и избавляется от своего болезненного изъяна. То есть здесь подражание природе и подражание искусству понято как восстановление внутренней гармонии, причем восстановление исключительно усилиями воли. Наконец нужно сказать о том, как понимается в романтизме само явление света. Свет для романтиков это общий принцип существования мира. это не только принцип познания, как это было в классической философии, но и принцип самого бытия. Сделать что-то светлым, это означает сделать существующим, а не просто сделать познаваемым. именно к этой идее и восходит идея светлых помещений. Скажем, в 18 веке дворец мыслился как золотой дворец, как дворец, в котором мы живем среди множества отражений, то есть как способ познания сложной природной или социальной реальности. В 19 веке появляются большие окна, появляются застекленные купола и появляются такие символы 19 века, как пассажи, то есть торговые галереи со стеклянным потолком, то есть по-настоящему быть это быть внутри света. Философ Вальтер Беньямин в 30-е годы 20 века написал книгу незаконченную пассажи, в которой он увидел в такой архитектуре главный символ современности, что это с одной стороны в современности все превращается в товар, в рекламу, а с другой стороны бытие начинает мыслиться как бытие прямо здесь и сейчас, как бытие прямо в момент вспышки, и Беньямин сопоставляет это с эсхатологическими идеями в иудаизме и в христианстве, то есть явлениями сии, как молнии, как вспышки, после чего ничего не происходит вроде бы, но зато при этом вещи начинают видеться иначе. Именно этим Беньямин объясняет и изобретение фотографий, как искусство вспышки, которое вроде бы передает вещи, как они есть, делает вроде бы точную копию вещей, как товаров, но при этом заставляет на эти вещи смотреть иначе, как на то, что оказалось в данный момент, в данном месте, в данное время и оказалось совершенно необходимым. Так, в общем-то, устроена уже романтическая картина. Это некоторая вспышка, вспышка божественного света, которая при этом делает природу с одной стороны тревожной, отчужденной от человека, а с другой стороны совершенно необходимой. Так происходит и в романе, где герой постоянно отчуждается от себя, преодолевает себя, но при этом становится по-настоящему знающим себя и видящим себя. Так происходят фотографии и так происходило уже в романтической живописи. Перерыв. отчуждается Продолжение следует...